Этот мост хорошо знают все водители транзитного транспорта, которые следуют через нашу область. Сооружение 90-х годов, протяженность 271 метр. За долгие годы на мосту образовались дефекты, которые значительно влияли на грузоподъемность и безопасность сооружения. Было решено привести его в порядок, минимизируя все неудобства для автомобилистов. Все работы разделили на два этапа. В августе 2021 года в порядок привели левую часть мостового сооружения, а затем работы начались на правой. Душа поет, когда ты видишь, какое качество работы продемонстрировали наши дорожные строители и мостовики. Работы на объекте полностью завершены и прошли экспертную оценку. Теперь мост Херзьерзовку обеспечит комфортное и безопасное движение транспортных средств по нему. Чищалось до балок, устраивались деформационные швы новые и, соответственно, от конуса береговых опор, сходы, барьерное ограждение. Специалисты полностью обновили водоотводы, гидроизоляцию, дорожное полотно на мосту и подходах к ним. Окрасили бетонные поверхности пролетных строений и опоры защитной системой. Заменили опорные части, восстановили железобетонные балки пролетных строений. Обустроили тротуар, лестничные сходы, барьерное и перильное ограждение. Нанесли стойку термопластиковую разметку. На пешеходных дорожках вместо привычного асфальта нанесли тонкослойное композитное покрытие, устойчивое к износу и наименее скользкое зимой за счет шероховатой поверхности. В процессе работы использовали современные композитные материалы. На место происшествия оперативно прибыли пожарные спасатели. Первый отряд ФПС, служба пожаротушения, оперативная группа, муниципальные спасатели, скорая и полиция. Чтобы нам посчитать, сколько у вас людей осталось, в каждой кабинке моргните фонариком, сколько у вас человек. В кабинах колеса обозрения находились 11 взрослых и 10 детей. Посетителей эвакуировали с помощью автолестницы и спецоборудования. В спасательной операции были задействованы 22 человека личного состава и 8 единиц техники. На месте было организовано дежурство скорой помощи психологов регионального главка МЧС. Колесо обозрения обесточено и не может самостоятельно двигаться. То есть спасателям необходимо провернуть колесо, либо спасать людей при помощи автолестницы. Спасательная операция длилась около пяти часов. Отдыхающих благополучно спустили на землю. Всем была оказана необходимая помощь. Никто не пострадал. Люди отделались легким испугом. Сначала немножко испугались, но потом мы как опытные родители объяснили все. Дети в принципе не пугаться не успели. Это было самое важное. Поэтому все хорошо. Спасибо всем службам. Тем временем руководство парка проводит административное расследование. Уже известно, что причиной инцидента стала неисправность электропривода. Патинирование позволяет не только вернуть памятнику исторический цвет, но и защитить поверхность материала от внешних воздействий. Перед тем, как патину нанести, специалисты с помощью лазера удалили многолетний слой окислов и загрязнения, а также устранили повреждения. Патинирование в принципе нужно для чего? Не только цветовая гамма, хотя и это тоже важно. Также это защитные, они все защитные, декоративные, ну как говорится, свойства для того, чтобы памятник нравился. В благоприятную погоду специалисты укрепляют бетонные постаменты памятника. После завершения основных этапов реставрации подрядчик на прежних местах выполнит на гранитных плитах гравировку надписи. Реставрацию памятника власти города контролируют совместно с общественниками. Такая договоренность была установлена на выездном совещании руководителя города Владимира Марченко с председателем Союза комсомольских поколений Галины Хорошевой. Восстановление мемориалов в регионе является частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы. Организаторы программы «Калядайско примесил акцент» сделали на практическом ознакомлении ребят с народно-художественными промыслами. Мальчишки и девчонки смогли больше узнать о богатом прошлом своей страны, культуре, обычаях, традициях и умениях, населявших ее людей. В программе смены прошли мастер-классы под качество и вышивание, бисероплетение и декорирование, вязание и изготовление кукол. Интересные познавательные викторины и конкурсы, разнообразные творческие мероприятия позволили участникам смены познакомиться с самобытными народным творчеством жителей нашего региона. Проект «Калядоскоп примесил» реализуют на средства Гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» – национального проекта «Культура». В этом году в Орленке пройдут пять летних смен, в их числе «Профориентационная», «Страна героев», «Академия ремесел», «Повышение финансовой грамотности», «Смена IT-программирования» и «Творческое». Их участниками станут две с половиной тысячи ребят. Всего в Волгоградской области этим летом в период оздоровительной компании отдохнут более 80 тысяч детей. Особое внимание при организации смен безопасности и создании условий для комфортного и качественного отдыха мальчишек и девчонок. Интересно, что сильные осадки прошлись по центральной части города, а Кировский и Красноармейский, к примеру, вообще не за делом. Волгоградцы к таким летним капризам погоды уже привыкли. В комментариях пользователи пишут, что после дождя стало свежо и даже дышится легче. А вот жители окраинных районов даже расстроились, но спасательная влага придет и к ним. Дожди останутся в регионе еще как минимум на два дня, сообщают синоптики. А спасатели МЧС и вовсе предупреждают о шторме. По ряду районов области пройдут ливни и град. Порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду. Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности, не парковаться и самим не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем коротковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный ночью до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 26. Редактор субтитров А.Семкин